Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 августа, день Евдокима, назван в честь святого праведного Евдокима. Он служил в войске, отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдал заповеди Божии, пребывал в посте, воздержании, молитве и сокрушении о грехах, прилежно занимался изучением божественных книг, оказывал щедрую милость нищим, убогим, сиротам и вдовицам, при этом соблюдал девственную чистоту. Он настолько был целомудрен, что не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них. Этот день известен как заговение перед наступающим Успенским постом, проходит с 14 по 27 августа. Слово «заговение» обозначает возможность есть обычную пищу – мясо, молоко, яйца. В Успенский пост люди питались весьма разнообразно. Он приходился на летний период, когда много овощей, фруктов и ягод. Пекли хлеб из нового урожая. Популярна была репа. Сегодня это забытый овощ. А раньше ее варили, жарили, использовали в качестве начинки для пирогов, настаивали квас, варили кашу. Кстати, святого праведника Евдокима сегодня почитают как покровителя дома и семьи. Также проводили специальный обряд, чтобы во время работы в поле у бараны зубья не ломались. Приметы. Сильный ветер на Евдокима к снежной зиме. Чтобы работа шла легче, сегодня следует обязательно поработать. Сегодня у меня в гостях привет Прохор Шаляпин. Доброе здоровье. Человек он творческий. Прохор, интересная тема вегетарианства. А почему она тебе интересна, вот эта тема вегетарианства? Ну, я вообще знаю, что от мяса люди стареют быстрее, потому что его тяжело переваривать и начинает образовываться на лице даже видимость этой тяжести. Вот поэтому я не то, что 100%, не знаю, что нам мясо нужно. Тем более, у меня клыки есть, я скажу, что они как раз для этого нужны. Что нужно их вырывать, да? Да, вот. Поэтому частично вегетарианство, то есть я иногда отказываюсь на какой-то период времени от мяса, очищаю себя и легче себя чувствую. Ну, мне вот интересно, не повредит ли это здоровье в принципе, потому что много мнений очень по поводу отказа от мяса. Хорошо. Начнем тогда с мяса, да? Действительно, мясо, почему тяжесть возникает от мяса? Потому что мясо такой продукт, который для своего расщепления и усвоения требует больше всего энергии и за счет этого он дольше переваривается и человек чувствует, ага, у меня там тяжесть имеется и прочее, прочее. Особенно, если мясо это жирненькое, потому что жирненькое мясо вкусно. Вот. Но, если его съедать с овощами, а при этом овощей надо брать разом 3-4 больше. Причем, знаешь каких овощей? Листовых. То есть, это капуста, это богородский перец, это петрушка, это кинзато, укроп и так далее. А помидоры и огурцы, что мы в основном? Пойдет, пойдет помидоры и огурцы, но не так, как хотелось бы. Оказывается, именно чтобы переварилось мясо, лучше всего использовать листовую зелень. И тогда ферменты, которые находятся в ней, хорошенько все переваривают. Но зелень не должно быть свежей в 3-4 раза больше. Тогда нормально получается. Надо съесть кусочек вот такой мяса и вот столько зелени получается. И тогда тяжесть не будет, все так сказать, пройдет туда, куда надо. Вот. А когда мясо с хлебом, это самое плохое сочетание, которое может быть. Потому что, оказывается, на мясо своя стыда требуется в желудке. На хлеб своя стыда, и они несовместимы. И поэтому этот кусочек падает, и желудок думает, а что мне, как бы сказать, переварит в свою очередь. И поэтому, давай-ка я тогда выделю столько желудочно-кишечных соков, чтобы все это переварилось. Он заливает желудок полностью, и мы ходим, вот особенно от пельменей, ага, вроде бы сытно. И, естественно, если человек ест много мяса, что происходит? Происходит, что белок у нас обновляется, и он выделяется через почки. Если мы переедаем мясо, то чрезмерно страдают почки. Потому что белок, в отличие от жира и крахмала, и углеводов, не откладывается в жир у нас. А должен выходить. Если он не выходит, клеятся мочекистые камушки. А я еще хотел спросить очень интересный вопрос. Я слышал, что полезнее есть сырое мясо, нежели термически обработанное. Потому что сырое мясо, я слышал, что легче переварить человеку. Я вот очень люблю иногда тартар. Вот из говядины во Франции, в Париже, когда сидели, мы наворачивали этот тартар, у меня же слюнки потекли. И в общем, это так вкусно, и прям вот его хочется есть и есть. И вот мне интересно это. Ладно, как-нибудь буду в Париже и попробую, что такое тартар. Это мясо перерубленное, свежее, говядина. И там немножко яйца сырого добавляют, всякие приправы и все. То есть это не жарится, не парится. Вот, оказывается, еще давным-давно проводили опыты, какое мясо переваривается лучше. И все заключалось в том, что брали удала. И вот было непонятно, он заглатывал целого кролика. И по расчетам ученых, он должен был выделять там в ведра два желудочно-кишечного сока, чтобы все это переварилось. А на самом деле этого не происходило. И вот они сделали следующий опыт. Взяли две лягушки, одну сварили, а другую сырую просто на простом виде. И бросили в два стаканчика с желудочно-кишечным соком человека. И смотрят, опыты у них все простые. Смотрят, вареная лягушка начала перевариваться, потом остановилась. Сырая сначала не особо, а потом вся растворилась полностью. Вся, кости там, все, ничего не осталось. И вот они задумывали, что ж такое. И был выведен следующий закон. Оказывается, в клетке, в каждая клеточка, она содержит внутри себя такие капсулы, которые называются лизосомы, с особым ферментом. Именно этот фермент расщепляет там пищу, которая поступает в клеточку. И оказывается, если мясо сырое, все эти ферменты активны. И соляная кислота человека, животного, она просто-напросто разрушает вот эту оболочку клеток и разрушает вот эти капсулки с ферментами. Ферменты выходят, и клетка переваривается под действием своих же собственных ферментов. Оказывается, так питаются пауки, они просто-напросто в муху впрыскивают свой сок. И дальше получается, что все переваривается под действием своих же собственных ферментов в мухе. И они его только в бульон и так всасывают. Нечто подобное и у нас, и у хищников. Потому что хищники вообще глотают. У них настолько мощная соляная вот эта вот кислота, которая просто-напросто мембранки разрушала. Эти лизосоны разрушились, ферменты вышли, и все переваривается. Кстати, вы, наверное, смотрели фильмы «Дискавры», где показывали удал заглатовый с копытами, с рогами и так далее. С шерстью на выходе практически ничего нет. Все переваривается. Представляете, какая мощность? Но вот сырое. Поэтому сырое именно мясо, снабженное специями, специи нужны для того, что есть ли там, есть ли там паразиты и так далее. Они, естественно, как маленькие образования, содержащие, ну вы говорите, что такое яйцо гельминта? Она покрыта такой воскоподобной оболочкой, которая легко разрушается с помощью специй. Она сжигается просто на простые рецепты, и все сырое, сюда пошло, под действием соляной кислоты эти все эти ферментики вышли, и все переварилось. Поэтому легкость. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует в сознании человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности. То есть энергия находится в пищеварительных органах. От работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь. Яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok